Ремонт здания бывшего ДК Меланжевого комбината, сегодня известного Ивановцам как Центр социальной активности детей и подростков притяжения, продолжается. В прошлом году выполнены работы в левом крыле, сейчас рев дрели звучит в правом флегеле. На данном этапе работы ведутся по монтажу гипсокартона, монтажу потолков из гипсокартона, малярные работы ведутся. Также ведутся работы по электричеству, по вентиляции и по водопроводу. На ремонт правого крыла из бюджетов разного уровня выделено почти 45 миллионов рублей. До холодов строители выполнили все черновые работы. Усилили фундамент, стены, оконные проемы. Отремонтирована крыша. Отопление, электроснабжение, коммуникации, инженерные сети – все новое. В этих помещениях будет современное медиапространство. Здесь есть компьютерный класс, здесь будет радиорубка, здесь ребята будут заниматься выпуском газеты, версткой газеты. То есть вот такое современное медиапространство. На средства гранта закуплено оборудование, аукцион уже прошел. Современное медиапространство будет оснащено по последнему слову техники. Цифровая типография первая для школьников в нашем городе будет оснащена необходимым оборудованием. Это и резаки, и плоттеры, и принтеры разного рода, для того, чтобы на них можно было осуществлять печать школьной прессы. Если мы с вами будем говорить о радиорубке, то это профессиональное звукозаписывающее оборудование, радиомикрофоны. Будет фото-видеостудия, оснащенная необходимым оборудованием, в том числе фонами для съемки в формате хромакей. И, безусловно, будет компьютерный класс, который по классике называем компьютерный класс. В действительности же мы его, так скажем, позиционируем как проектный офис городской и школьной среды, в котором ребята смогут с профессиональными педагогами и дизайнерами разрабатывать макеты школьных пространств и городских пространств в том числе. Подрядчик должен закончить работы в этом году. Пока никаких опасений о срыве сроков нет. Строители идут в графике. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.